всем добрый вечер господа участники проекта школа психотерапии у нас очередной вебинар посвященной тематике грани психотерапии ключевых тем с которым сталкивается психотерапевт в своей практике сегодня мы будем обсуждать такие очень важные ключевые почти темы для данной сферы эта тема агрессии сексуальности и смерти я назвал данный вебинар инстинкт агрессии сексуальное поведение и страх смерти и данная тему можно обсуждать множество уровней на уровне психологии на уровне поведения реализации ролевой на уровне физиологии физиологических реакций существующих в нашей эндокринной и нейроэндокринной системе и на уровне на уровне социального большого поведения то есть агрессивное поведение сексуальное поведение страх смерти являются некоторыми такими ключевыми регулирующими функциями больших социальных групп и идеи которые направляют их они напрямую связаны с особенностями культуры ах которые принадлежит человек вот и будут варьироваться в зависимости от культуры какой культуре взрослой частью какой культуры вы являетесь отношение к данным темам будет очень сильно отличаться естественно то есть мы попробуем за вебинар пройти минимум три этих вектора вектор психологически внутренние я внутренние вектор физиологический это я и внешне так называет этот вектор кену уилбер вот и тема социального социальной адаптации ролевой функции это мы не внутренняя и начнем с того что дадим некоторое условное название это агрессивного поведения сексуального поведения и страху смерти вот в фрейдизме у фрейда есть обозначение для сексуальной энергии и энергии смерти и умирания это эрос и танотес именно так он обозначает их как определенные процессы которые контролируют наше поведение вот ну у фрейда есть определенное опущение вот создавая диаду эроса и танотеса он выпускает очень важный элемент очень важный элемент это агрессии которая ну с одной стороны она какой-то степени может быть и близка эротизму многих людей эротичность эротизм сексуальность очень тесно связаны с агрессивным поведением они слопнуты также будем говорить о том что сексуальность мужчины сексуальной женщины она обладает обладает таки агрессивными коннотациями ну к примеру допустим сексуальность мужская она имеет садистическую коннотацию вот сексуальная женская она имеет мазохистическую коннотацию но об этом чуть позже немного позже вот для обозначения агрессивного влечения. Я предложу термин с греческой мифологией, этот термин взят от божества, как эрос, взят от божества эроса. Я предложу еще термин арес, это бог войны, Древней Греции. Я предложу данный термин использовать на данном вебинаре как синоним агрессивного влечения и потребности проявлять агрессивные некоторые действия по отношению к людям, индивидуумам, группе, в общем, в целом, к миру, как облены адаптивной функции, адаптивного механизма. Если честно, я считаю, что эти три элемента, эрос, тонатес и арес, они являются частью некоторого триединства, и они как будто не могут быть отдельными. То есть проявление агрессии, оно может сопровождаться и может быть причиной либо следствием эротического поведения, страх смерти может быть следствием эротического поведения и агрессивного поведения и так далее. Они, с одной стороны, отдельные, но с другой стороны, они очень тесно взаимозависимы. Ну очень тесно. Это раз. И зависимы не только на уровне идей, но и зависимы на уровне физиологических реакций. То есть под каждым типом поведения эротическим поведением танатес и поведением арес скрыты жесткие, фиксированные нейрофизиологические реакции для работы нашей нейроэндокринной системы и эндокринной системы, в частности. Вот это означает, что с помощью определенных веществ, внешне принимаемых, мы можем увеличивать либо уменьшать те или другие аспекты данного поведения, усиливать, либо наоборот ослаблять. Как я сказал, что данные эти поведения теснешным способом связаны с нейроэндокринной реакцией и напрямую связаны с процессом развития роста нашей эндокринной системы, нейроэндокринной системы. Агрессивное сексуальное и сексуальное поведение, они формально, формально можно увидеть их вот даже в поведении младенца. Когда младенец находится в процессе лактации молока на груди матери, он испытывает сексуальное возбуждение и и если младенец мальчик, то множество матерей маленьких мальчиков, они описывают то, что они в процессе кормления молоком своего ребенка видели у него эрекцию. Вот и это то, что можно наблюдать, в принципе, вот по молодым людям в инфантильном возрасте, но это трудно наблюдать по девочке, потому что не поймешь, там нет эрекции, не поймешь, что там. Просто там младенец молоком, а что там у него происходит, непонятно. Мы эротичны от рождения, от процесса начала вскармливания грудного эрос уже проявляется в нас, является частью нашего сознания, базальной функции, нашего сознания основной функции. Сексуальное и пищевое улетворение изначально не теснейшим способом связано. Они связаны и в сфере того, что когда ребенок, кстати, в грудь происходит трансфактация, вот он одновременно и сексуально возбужден, и одновременно посещается. Вот и дело в том, что определенные участки мозга, например, для нашего мозга сексуальное удовольствие и пищевое удовольствие, они очень тесно связаны. Это означает, что когда вы кушаете некоторую вкусняшку, такого, который мням-ням-ням, для вашего мозга это как секс. Вкусные пироги, там срабатывает почти тот же самый участок или тот же самый участок. Вот. Почему тот же самый участок мозга? Все очень просто. Начало жизни, процесс формирования сексуального возбуждения и пищевого удовольствия, они сходны между собой и они объединены в целостный паттерн. Агрессия, она является частью поведения ребенка, который испытывает некоторое недовольство, неудовлетворенность. Ну, опять же, чем удовлетворенность? Когда мы вообще испытываем агрессию? Когда у нас возникают неудовлетворения, а пленые наши потребности. Мы что-то хотим, а нам мир не дают. И мы реагируем либо эмоции, страха, либо реагируем эмоции агрессии. Агрессия является потрясающим адаптивным механизмом, который в самой глубине, в самом ядре помогает нам, суть агрессии в помощи нам эффективно удовлетворять свои потребности в той или другой степени. Так как ресурсы окружающего мира, они для человека, никогда не были безлимитными абсолютно, то, естественно, полного и абсолютного удовлетворения достигать не всегда получается. И когда какая-то наша потребность, она не удовлетворяется, мы можем начинать испытывать агрессию. Если вы помните пирамиду мотивации Маслоу, думаю, многие вас слышали о ней, знаете о ней, что потребности разные очень. Вот базы базальных потребностей – это безопасность, еда, сексуальность, потом принятие, любовь, успех, познание, потом эстетика идет, потом самоактуализация. Ну, начнем с самых таких базовых, самых основных. Вот представьте себе, что вы очень-очень голодные, очень хотите есть, и тут вы идете по лесу, и очень хотите есть, не знаю, как вы там оказались, и почему очень голодные, и почему вы одни, и почему вы не взяли с собой какой-нибудь бутерброд. Ну, в общем, представьте, что это есть. И вы идете и видите, гриб белый растет, потрясающий, и вы думаете, сейчас я его зажарю. Вот, и тут вы видите, какой-то другой турист выскакивает из куста, хватает гриб, показывает прям язык, мой гриб говорит, и убегает. Вот, как вы думаете, вы бы способны были разгневаться, что объект желания, вот, который уже вот-вот-вот вы его сорвете, и он ваш, и тут он неожиданно достается другому человеку. Если бы вы были, ну, не цивилизованным социальным человеком, который недавно ушел из города и просто гуляет по лесу, а вы были бы реально человеком, живущим в лесу и обеспечивающим для себя пропитание через собирание, вот, этот гриб мог бы стать поводом чего? Вот, разбора полета очень сильно. Ну, конечно же, что это-то, я у грибы ушел, потому что гриб достается либо первому человеку, либо другому человеку. То есть, вы, будучи типичным представителем аборигенов, живущих в лесу, вы можете взять, схватить свое копье, побежать за вот вашим коллегой, вот, и попытаться идти, например, отобрать этот гриб, и коллега будет, конечно же, естественно, сопротивляться, потому что его сознание – это тоже из-за него потребности. И рано или поздно выигрывает кто? Выигрывает лучкой или тот, кто может приспосабливаться, по мнению Дарвина. Кто-то съедает гриб, кто-то его не съедает. Вот, и для того, чтобы захватить ресурс, вот, необходимо что? Вот, необходимо умение проявлять, скажем, конструктивную некоторую агрессию, правильно. Ну, что нас сдерживает? Сдерживает нас, естественно, рамки социальные. Эти рамки социальные сдерживают и наше агрессивное поведение, арес, и социальные рамки, естественно, сдерживают наш эрос, держит нас во пленом, скажем так, балансе, равновесии. Когда возникает сдерживание эротических типов поведения и агрессивных типов поведения, оно начинается в тот момент, когда в сознании человека появляется паттерн стыда. Вот. Это где-то три года, четыре года. Паттерн стыда возникает тогда, когда в мозге человека начинает более-менее активно активизироваться наша префронтальная левая кора, самый молодой участок мозга. Думаю, помню, мозг развивается в трех направлений ключевых. Это снизу вверх, далее сзади наперед и справа налево. То есть самая молодая кора мозга – это левая префронтальная кора. Она напрямую связана с контролем, с дисциплиной, со способностью целеполагать, двигаться поступательно к поставленной цели и в префронтальной коре, и в левой височной коре скрытые участки мозга. Это особенности передние и задние поясничные извилины левой стороны – это чувство стыда. Вот когда мы начинаем чувствовать стыд, формально наличие стыда, как эмоции, оно полноценно-то и отделяет человека от человекообразной обезьяны. Животные чаще всего не испытывают стыд. Его нет либо почти нет вообще, как у человека. И стыд является механизмом блокировки. Из-за чего он формируется, стыд формируется как опленная форма обратной связи, удивительно обратной связи людей, которые нас окружают. Ребенок обучается через зеркальное копирование поведения своих родителей, близких людей. И если ребенок находится в обществе, где, к примеру, осуществление публичной дефекации является моветоном, рано или поздно ребенок будет перехватывать данный паттерн. Через активность зеркальных неровного мозга, это исследование получения Нобелевской премии в 2020 год, Джо Кино Рицолетти, итальянец, который обнаружил, что для того, чтобы эффективно обучаться, необходимо порой просто смотреть. Именно так и происходит обучение детей. Люди смотрят, находятся рядом с родителями, и перехватывают не только внешнее поведение, но еще перехватывают опленные эмоциональные типы поведения, то есть внутреннее, скрытое. Как только стыд возникает, мгновенно возникают и опленные блоки, запреты на опленные проявления. То есть, к примеру, допустим, совсем маленькие дети, вот когда там 3-5 лет, если они играются, поведение совсем маленького ребенка, оно весьма аутистично. Что это означает? То есть маленький ребенок 3-5 лет прекрасно может играть сам. Ему, может быть, не нужно вообще кто-то еще. Когда мы становимся немножко старше, мы старше, чем 3-5 лет, у нас возникает инстинкт социализации, и для того, чтобы социализироваться, необходимо что сделать? Поделить игрушки. Разделить их. То есть, я сейчас с Машенькой играю, а потом Машенькой играется с Машенькой. Потому что Машенька забыла дома куклу. И она видит, что у, к примеру, Сережи есть машинка, и она думает, а что это я буду зря время тратить? Машенька подходит, и ляп хватает эту машинку у него. А Сереженька смотрит на Машеньку и думает, какого черта? У Сергея в мыслях буквально проскакивает вот некоторый англицизм. Вот и Сергей, юный Сергей просто понятия не имеет, почему то, чем он обладал, неожиданно перешло в виду личное пользование девочки Машеньки. Сергей вскакивает, хватает лопатку, подходит и дает Машеньке по лбу. Машенька начинает плакать, звать родителей, прибегают родители. Что произошло? Что происходит? Но Машенька времени не теряет, и она подскакивает к Сергею и со всей силы дает его коленкой в то место, куда давать мальчикам нельзя. Много криков, много шума. И здесь вы видите первичный передел ресурсов. В пространстве, в песочнице, где эти ресурсы ограничены. И через какое-то время Сереженька и Машенька могут прекрасно забыть о том, что там у них была некоторая потасовка. Через 2-3 дня они прекрасно могут драться вместе, но в момент передела ресурсов может быть очень большое количество агрессивного паттерна поведения. Только со временем мы начинаем разделять эти вещи, со временем мы прекращаем формировать идею агрессивного поведения по отношению к человеку, который не дает нам чего-то. Отбирание игрушки, отбирание моего, оно мгновенно поднимает некоторые эмоции, чувства. Чтобы более глубоко разобраться в данной теме, необходимо вкратце прокомментировать функцию эмоций. Что это такое вообще? Для чего нам нужны эмоции? Если это очень кратко, любые эмоции в сознании и поведении человека формируются вследствие несоответствия карты и реальности. То есть, наших представлений реальности и той реальности, которая нас окружает. То есть, если у вас в картине вашей, это ваша игрушка, раз, а на деле получается, игрушка в Сереженьке оказывается в Машеньке, вот не состыковка, игрушка моя, но она у нее. И появляются эмоции. Люди, у которых карта реальности полностью совпадает с реальностью, они потенциально не испытывают, не могут испытывать никаких эмоций. Это то самое духовное просветление, к которым так стремятся духовные практики, чтобы не испытывать эмоций. Считается, что эмоции ведут к чему? В индуистской традиции ведут к порабощению разума. Чем больше их испытывают эмоции, тем больше его разум вовлечен. И считается, что монах, практикующий, допустим, какую-то практику, должен уходить от агрессии, уходить от сексуального чего-то, уходить от… Но на деле, увы, на деле, уйти полностью от данных реакций возможно, когда мы утрачиваем карту. Но, увы, ребят, если мы попробуем подумать, существуют ли люди, у которых карт нет. Я не думаю, что такие люди есть. Я думаю, что есть люди, которые могут временно воспринимать мир за пределами карт. Временно воспринимать. Но чтобы люди, которые были без карт… Как бы ходят мифы, что где-то там, в Тибетских горах, есть древние мудрецы, сидящие в позе лотоса сотни-сотни лет, и типа у них быть может карт нет. Ну, я посмотрел бы на них, что бы произошло, если бы к ним приехали какие-нибудь там европейские туристы или китайские и начали их активно фотографировать в пещере в позе медитации. Я думаю, что их потребность духовной экзальтации была немного повреждена. Здесь мы видим, что не еду отбирают, а отбирают способность медитировать. И агрессия неожиданно начинает приходить. Многие люди так заблуждаются, думая, что они очень духовные. Как говорил один бывший психотерапевт, известный, и потом интересный духовный практик американский, Ричард Альберт, либо потом его духовное имя Рам Дас. Если вы думаете, что вы очень духовные и думаете, что вы пикол просветленные, поедите к своим родителям, пообщайтесь с ними тесно очень долго и проверьте, насколько вы можете действительно держать себя в руках. Увы, многие люди при контакте с некоторой категорией людей, они просто не способны держать себя в руках, просто не способны. И вся ваша духовность неожиданно начинает угасать. Медленно и плавно. Итого, агрессия возникает вследствие естественной неспособности удовлетворить некоторую свою функциональную потребность, ресурс. И направлено данное поведение на что? Направлено на захват ресурса. Это раз. К примеру, пропитание или потом его сексуальности. Либо же агрессия направляется на отстаивание своих границ. То это мое. И Сереженька на следующий день, если он выходит в песочницу, уже у маленького ребенка трех лет формируется некоторая параноидная реакция. И он знает, к этой песочнице могут подходить захватчицы. Машенька, Оленька, Мариночка, к примеру, без проблем. А если подойдет роман, то там вообще пиши про Павла. Там машинку могут больше не найти, черт побери. Но сколько машинок было потеряно только из-за него? Сколько было денег потрачено на данной машинке? Говорят родители Сереже. Сережа уже выходит в песочницу. И он очень аккуратен. И он только видит, что Машенька проходит мимо, он удерживает машинку крепко у себя в руках и бьет Машеньку на опереждение лопаткой по плечу. Пух, вот так он бьет. Машенька не понимает, из-за чего. Но у Сережи уже есть представление о том, что Машенька потенциальный человек, который способен захватить его ресурс. И его агрессивная реакция направлена на что? Почему он это делает? Он хочет обезопасить себя. То есть, когда он бьет Машу, он всего лишь испытывает потребность в безопасности. На глубоком символическом уровне машинка, кукла, другая игрушка, наша собственность, это объект дофаминового удовольствия, скажем так, если мы говорим о языке физиологии. Процесс отбирания чего-то, что мы идентифицируем как наше, мгновенно отражается на активности нашего мозга как падение определенных типов нейромедиаторов. Когда вы купили новый, красивый мобильный телефон, и вы гладите его, рассматриваете его, снимаете эту клеёночку вот так вот, и как маленький горлом над ней, у кого были такие вещи, когда вы покупали какой-то предмет, и вот буквально его так сидя по глазу, или кто-то подметил, у кого было такое, когда ему не было, или вы не материалисты. У меня было когда-то, иногда случается. Что происходит с мозгом нашим, когда мы берём её, моя прелесть, вот паттерн горлом, а моя прелесть, это резкое увеличение дофамина. И пока вы удерживаете новый предмет, мобильный телефон, пока вы им пользуетесь, рассматриваете ощущение ценности купленного или подаренного предмета, мгновенно, взрывообразно подымает оплённые гормональные процессы нейроэндокринной системы. И если не приведи Господь, данный мобильный телефон, либо другой предмет разбивается, либо его отбирают, а отбирают не только внешнее, отбирают внутреннее. Просто, увы, у большинства людей гормональные процессы теснейшим образом связаны с чем? с внешней референцией. То есть, пока у меня есть машина, и я езжу в ней, уровень дофамина моего на нужном уровне. Но когда я утрачиваю эту машину, дофамин падает. Как только я получаю ощущение, что я являюсь собственником чего-то, дофамин подымается. Когда я утрачиваю это, дофамин падает. Для нашего мозга представление о Рае и Аде, о Эдеме, Вальгале либо Хелле, о райских измерениях или адских измерениях, напрямую связано с нейрофизиологическим паттерном. Ад и Рае можно описать с точки зрения нейрофизиологии, каким способом. Немного пойдем в эту сторону. И если мы разберем данную тему, мы поймем формирование сексуального поведения, агрессивного поведения и страха смерти. Агрессия стабильно поднимается тогда у человека, когда раз, пункт первый, резко повышается уровень адреналиновой секреции в коре надпочечниках. И также немного в гипоталамо-гипофизарной системе. А когда вырабатывается большое количество адреналина, наша эндокринная система, она таким способом дает нам некоторый бонус. Какой? Чтобы мы были более эффективными. Для чего нам много адреналина? Чтобы мы были сильнее, крепче, могли постоять на себя и могли отстоять свои границы. Чаще всего у человека, у которого много адреналина, он буквально может лучше надавать трындюлей другим людям. Такие же процессы возникают и происходят у животных. Я не помню деталей, но совсем недавно я читал одну статью. Ученые исследовали активность нейроэндокринной системы и вообще физиологии более успешных волков в стаях. И обнаружили, что есть определенные самцы, которые в поведении гораздо более бесстрашные и более агрессивные, которые лучше выживают в группах и захватывают альфа-доминирование. Было обнаружено, что в их крови просто присутствуют некоторые микроорганизмы. То есть они перманентно больны. Присутствие микроорганизмов и появление заболевания, похожего на глистовую инвазию, вызывают фоновую злость и потерю ощущения страха. То есть, грубо говоря, выживают чаще всего, исправляя ситуацию, те волки, которые стабильно немного заболевают от определенной инфекции. А те волки, которые не болеют, они менее агрессивны и чуть больше могут чего бояться. Парадоксально, что инфекция и вирус, по-моему, может приводить к большей успешности в группе социальной. Интересно, да? Соответственно, можно начинать задумываться о поведении людей, к примеру, как говорится, психопатами, поведение людей агрессивных, которые испытывают регулярную необходимость причинять боль и страдания другим людям. Ай, почему это происходит? Этиология возникновения агрессии может быть, мягко говоря, очень-очень обшивной. Ну, к примеру, скажем, повреждение печени в разных формах может фоново вызывать наличие гнева человека. К примеру, если у ваше тело пробирается некоторый паразит. Я не думаю, что здесь много людей, которые изучали такую науку медицинскую, как паразитологию. И я даже не знаю, стоит ли вам изучать, если вы ее не изучали, потому что если вы откроете учебник по паразитологии, вы дойдете. Вот такие картины, от которых вам будет плохо еще очень долго. Вот эти изображения существ, которых вынимают из человека, как вот глист длиной в 15 метров. Нравится? А глист длиной в 21 метр. Живущий, способный жить в теле человека. Ребята, подумайте об этом. Если вы думали о каких-то маленьких глистах, живущих в прямой кишке, могут возникать более интересные инвазии. Вот есть глисты большие, совсем маленькие, глисты живущего кишечника, глисты, проникающие непосредственно в кровь и способные поселяться в определенных органах. Если возникает глистовая инвазия, к примеру, в печени, человек может стать просто непонятно почему очень агрессивным. И черт его знает почему. Этого человека могут брать к психотерапевту, потому что у него, быть может, какая-то травма, но на деле его агрессивность может напрямую быть связана просто с в определенной физиологической деформации тела. Это означает, что повреждение некоторых органов может гипертрофированно вызывать понижение либо увеличение агрессивного поведения, и потом дойдем и увеличение или понижение продукции либидо в нашем теле. Но в любом случае агрессия и гнев напрямую связаны с функцией адреналина и с функцией коронок почечника. Напрямую. Адреналин – гнева никакого и не будет. Должна быть амплификация. Для гнева адреналин должен быть в большом количестве, и чем больше его существует в теле, чем больше он вырабатывается, тем более яростные и мощные и сильные могут быть ее проявления в поведении. Агрессия может возникать вследствие повреждения опленных участков мозга. К примеру, был случай в Америке, где появился серийный убийца, психопат, который вел себя не очень хорошо. Он взял со снайперской винтовкой, засел на крыше опленной церкви и начал палить из снайперской винтовки по людям проходящим. Рано или поздно этого снайпера спецназ взял, его положили. И когда делали вскрытие данного человека, я не помню его фамилии, обнаружили, что у него в мозге была очень большая проблема. В участке мозга под названием миндалевидное тело, которое напрямую связано с, скажем так, в большей степени темными эмоциональными реакциями, в большей степени миндалевидное тело обрабатывает гнев, тревогу. В принципе, это попарный отдел в мозге. Левостороннее миндалевидное тело чуть больше обрабатывает позитивных эмоций, и правое миндалевидное тело обрабатывает чуть больше негативных эмоций. Обнаружено, что там было новообразование у него. То есть новообразование миндалевидного тела, оно давило на миндалевидное тело. Этим вызывало резкие всплески и ярости. И человек был, он нашел какой-то своей реальности. Он испытал потребность кого-то постоянно убивать. Почему он это делал? Он это делал потому, что у него физиология работала немного по-другому. И здесь мы не имеем дело с классическими фрейдистскими травмами. И с чем-то, что имеет отношение к проблемам в существующем взаимоотношении с родителями. Порой это, скажем так, до такой степени банально. Также агрессивное поведение, нелимитированное агрессивное поведение и нелимитированное сексуальное поведение очень тесно может быть связано с травмой префронтальной коры, левая префронтальная кора, о которой мы с вами уже сегодня говорили. Именно левая, благодаря левой префронтальной коре мы сохраняем, как говорил главный герой в фильме «Бриллиантовая рука», облику морали, моральный облик. Многие люди, которые получали тяжелые физические повреждения лобной доли, особенности левой лобной доли в детстве, когда они взрослеют, достигают полноценной половой зрелости, могут плохо контролировать агрессию и свое сексуальное поведение. То есть простая тяжелая физическая травма лба и ее левой стороны может привести к тому, что агрессия и сексуальность будут просто выходить из вас, и вы не сможете их сдерживать. Почему? Не потому, что у вас проблемы с волевым контролем. Он просто повредился в частях мозга, который связан с сдерживанием. Агрессивные позывы и сексуальные позывы регулярно свойственны каждому индивидууму. Благодаря процессу социализации механизмы подавления и вытеснения регулярно сдерживают данный процесс. Почему сдерживание происходит? Из-за чего? Очень просто. Любые механизмы сдерживания этих ключевых реакций напрямую связаны с аспектом социализации и аспектом социального договора. Когда мы становимся частью любой социальной группы, мы полусознательно принимаем пленный общий договор, что можно делать, что нельзя делать. К примеру, в нашей группе социальной, в любой другой группе, есть опленные критерии, кто может проявлять агрессивное поведение, а кто не имеет права. А можно говорить о критериях возможностей или невозможностей проявления агрессивного поведения. К примеру, давайте создадим опленные гипотетические мысленные эксперименты. Скажем, Сергей идет по улице, по центру города. К нему подходит какой-нибудь мужчина и говорит, Сергей, ты дурак. Имеет ли Сергей право избить данного человека? С точки зрения социума, группы социальной? Ну, нет, наверное, да? Нет. Пробуйте делать тест, как посмотрят люди. Далее добавляем критерии. А если Сергея оскорбят более жестко и, к примеру, скажут, что он, не знаю, имеет отношение к представителям сексуальных меньшинств, подойдут и скажут, ты вот такой. С точки зрения социума, имеет ли право Сергей избить данного человека? Угу. Амплифицируем. И если к Сергею подходит какой-то человек и говорит ему, я могу взять и вырезать всю твою семью сегодня ночью. Имеет ли право Сергей избить данного человека или убить? Амплифицируя рамки, вы можете находить определенные критерии запуска. Что именно вы можете делать и когда? Да. К примеру, допустим, Ольга, к тебе, допустим, подходит молодой человек на улице, ты стоишь там в очереди и говорит, Оля, вот у тебя там, не знаю, красивая попа. Это дает тебе право ударить его по лицу или нет? А если он подходит и хватает тебя за попу, дает возможность, и ты даешь ему по лицу. Правда? Ага. Ага. Вот здесь вы видите пример лицензии социальной. Чувствуете? То есть в обществе есть правило, если мужчина комментирует попу незнакомой же, это не повод для убить еще. Но если он коснется ее, там можно умазать. И все люди, которые окружают, они скажут, Ольга, молодец. Она правильно поступает. Да. Почему они так скажут? Очень просто. Это определенная социальная договоренность. Далее. Способность проявлять агрессию. Она лимитирована не только буквальными поступками. Она лимитирована еще ролями, которые вы на себя принимаете. Угу. Сейчас попробуем создать еще один веселый мысленный эксперимент. Смотрите. Представьте себе, что вы знакомы с человеком, который профессионально занимается боксом. Ну, тренер по боксу. И вы видите, что ваш знакомый тренер по боксу стоит у супермаркета. Раз. И к нему подходит пьяный хулиган. И называет этого тренера по боксу представителем сексуального меньшинства. Вы видите, как тренер по боксу подходит к хулигану. Со всей силы вмазывает его по лицу. Хулиган падает без сознания. Ваши реакции? Хорошо ли поступил тренер по боксу? Он молодец либо плохой человек? Давай, предположите. Хотя бы три человека. Плохой человек. Так, окей. Принятая идея. Еще. То же самое. Плохой человек? Он использовал свои профессиональные навыки для того, чтобы… Он не соизмерил силу. Он знал, что его сила будет превышать существующую допустимую меру. То есть он знал, что его сила будет очень точной, очень сильной. И он мог соизмерить силу так, чтобы человек не упал хотя бы без сознания. То есть он мог нанести удар гораздо слабее. Угу. Дамы, а я прошу прощу, я прошу. То есть в вашем понимании мужчина, которого на улице называют гомосексуалистом, защищая свое достоинство, он будет плохим? Правда? Нет, он должен соизмерить силу. Нет, он имел право на реакцию, но если он ударил так, что тот потерял сознание, то есть умышленно он это сделал, то есть он знал, что он может применить такой удар, от которого человек потеряет сознание, то это является превышением. Если он, в принципе, не соизмерил силу, то как бы тут еще нужно… Марина, я думаю, зацепилась за слово «не соизмерил силу» и начинает суждение давать от слова «не соизмерил силу». Если в общем, у него с кого упростить рамку, подходит и дает по лицу. Ну, можно же словом ответить, не обязательно брать. Угу. Угу. Хорошо. Я думаю, я… Хорошо, я пока молчу. У мужчин давайте спросим. Сергей, вот твое мнение. Я думаю, он не должен был его бить. Да что ж такое? Не должен был бить! Нет. Ну, он же просто его позвал, а может, обозвать его в ответ. Мне другое мнение. По-моему, он молодец. Слава Богу! Сейчас эксперимент вырухнул сейчас. На социальный. Так, если вы можете в чат, понапишите свои реакции сейчас. Ну, вот. Вы бы нам… Как вы отнеслись бы к реакции? Отнеслись? У вас реакции внутри появятся? Типа, молодец? Мужик? Мужик? Либо нет. Вот. Бить хулиганов, всех называющих пидорастами – это плохо. Ну, вот. Ну, вот. Не, ну, внутри реакция, что он молодец, конечно. Да, вот. Да, мужик. Оля, у тебя правда реакция будет, если ты увидишь, как мужчина, который называли пидорастом, бьет по голове другому, это он плохой, да? Правда? Уверен? Интересно. Ладно. Не должен бить, не должен бить. На слово должна быть реакция. Так, хорошо. Ну, какую интересную суперагу у нас. Вот у людей прикольные. Хорошо. У кого-то еще какие-то комментарии есть? Да, да, да. Смотрим, смотрим, смотрим. Окей. Хорошо. Далее. А теперь, чтобы почувствовать контраст, представьте себе, что у супермаркета стоит не тренер по боксу, а просто инженер какой-нибудь, программист, айтишник какой-нибудь. Да, он и боксировать не умеет. И вот-вот. И к нему подходит хулиган и называет его, ты представитель сексуальных мишинств. Тютя. Все. Айтишник подходит к нему и дает ему по лицу. Баф! В глаз ему дает. Вот за это. Как ваша реакция на данную роль отличается от реакции, если это делает тренер по боксу? Я никак. Если на слово, нужно реагировать словом. Потому что с юридической точки зрения, а это проекция моральных норм. То есть юридические нормы родились на основе договоров. Марина, я сейчас не говорю, я говорю, какой отклик у тебя будет, когда ты это увидишь внутри. Внутренний отклик. С моральной точки зрения, в двух случаях я считаю, что не нужно реагировать на такое. Не нужно бить. Нет. Потом будут проблемы. Зачем на своем голове проблемы иметь? Нет. Хорошо. Правильно не реагировать делом. Словом только. Хорошо. Окей. Так. Еще реакции. Красавчик. Вот не засал. В чем отличается реакция? Это был тренер по боксу, а это айтишник? Есть ли отличие? Да, конечно, есть. Но если это айтишник, то он, блин, молодец, он не засал. Не засал. Да, не засал. Надо было, да. Ну, тренера по боксу, да, конечно, меньше. Там больше претензий может к нему. Он мог бы и как-то иначе, но за айтишника я болею. А теперь создаем следующую роль. Представьте себе, что у супермаркета стоит не тренер по боксу, не айтишник, а священник. К священнику подходит хулиган и говорит ему, ты представитель сексуальных меньшинств в рясе. Священник берет крест господен и со всей дури бьет хулигана по лицу хулиган в нокауте. Ваши реакции, чем они отличаются? Где порицание больше? А вот Марине и Оле, так как вы все порицаете, где порицание больше? Священнику, конечно. Логично, правда? Вот это чтобы поразмерить. То есть тренер по боксу не должен был быть, это плохо. Но священник это вообще фу-фу-фу, верно? Человек просвещенный. Почувствовали, поняли все. Да, 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 да. Уровень ответственности еще больше. Да, да. То есть есть грань, позволение. То есть как бы, ну тренер по боксу можно и спустить. Он тренер по боксу. Он постоянно кого-то берет, вот не надо было бы, ну вот вот. А священник ударил. И теперь идем во все тяжкие. Представьте себе, что вы видите, что ваш любимый ведущий школы психотерапии стоит у супермаркета. К нему, попробуйте, подходит хулиган и говорит ему. Три представителя сексуальных меньшинств. И ваш любимый, не знаю насколько, вот, преподаватель подходит к хулигану, вот, и дает ему по лицу, хулиган падает в отключке. Да нет, вы бы его психологически уничтожили. Нет, это понятно. Вы бы его не дали в морду. Это понятно, но представь, что это происходит, какой бы отклик был на меня. Вот меня назвали при тебе этим словом, я подхожу и бах! Вот, и человек на кауте. Реакции. Я плохой? Плохой, плохой, плохой. Это же мой психотерапевт. Он меня учит тому, как контролировать твои чувства. Ну, я был бы в шоке. Вот, вот так вот. Вот. Это понятно, что я держу себя в руках. У меня был случай, ситуация, когда там, не знаю, на меня нападают, а я еще, а я в образе терапевта. Я понимаю, что не имею права ответить, потому что будет полный тупняк, если психотерапевт сдерживающий системы. А здесь вы можете обнаружить, что у разных людей, в зависимости от роли, разные системы сдерживания. Разные. Они отличаются. Очень сильно отличаются. Вот. К примеру, скажем, давно знакомый мой тренер по тейквондо недавно мне описывает ситуацию и говорит, Боря, вот я знаю таких ребят, развлекаются. В супермаркете, к примеру, один пацан подходит и делает вот так. Отрыгивает или пукает прямо. А другой снимает на видео и уговорит мне, Боря, ну ты бы дал, ты бы дал. Я говорю, я не уверен, если в супермаркете. Там же камера есть. Дал бы либо нет. Вот. А он говорит, я бы сразу дал. Вот безусловно дал бы. Только вот подошел бы и рыкнул бы, я ему дал. И тут я вижу контрастное отличие. Вот у меня одни роли, они доминантны. И роли, которые я надеваю, они автоматически сдерживают мое агрессивное поведение. То есть, когда ты священник, раз. Либо когда ты психотерапевт, психолог, два. Ты как будто пока ты в роли находишься, ты не имеешь права кого-то бить. Иначе это будет вызывать пиковое порицание. Но если такую роль у тебя нет, ты как бы можешь больше позволить себе агрессии. Чуть-чуть. А если ты являешься еще и представителем, там, не знаю, социальной группы, следящей за правопорядком, то реакции могут быть совсем другими. Марина кивает вот так вот. Марина. Как человек, имеющий отношение к служителю правопорядка. Как много вы видели бы полицейских, которые бы, не знаю, хорошенько бы не дали, если к ним подойти и не сказать такое слово страшное. Там бы врезали. Хорошо бы врезали, я думаю. Вот я не видел, как это происходит там, но я уверен, что делают это. Тем более в Украине. Вот. Ну и, в принципе, во всем регионе славянской. Вот. Есть роли социальные, которые не просто поощряют, а которые предполагают, что ты имеешь право. Причиняйте человеческий вред другому человеку. Социальные роли контролируют поведение. Это означает, что наше суперэго – раз. Это означает, что наша префронтальная кора, она тесно связана с ролью, которую ты на себя берешь. И есть роли, которые помогают, позволяют быть более агрессивными и более сексуализированными. И менее позволяют это делать. Возьмем, сравним, к примеру, сравним две ситуации. Вот я привел пример священника и пример агрессии. Вот. Вы узнаете, к примеру, что, допустим, служитель высокопоставленной церкви регулярно обращается к услугам проституток. Раз. Далее. Вы узнаете, что ваш знакомый музыкант регулярно обращается к услугам проституток. И вы узнаете, что, там, не знаю, ваш психотерапевт регулярно обращается к глупым проституток. Давайте так пойдем. Ваши реакции, отличия. Будет ли отличаться реакция? Вот есть терапевт, есть музыкант и есть священник. Правда будет отличаться, да? Естественно, да? Или, там, художник, к примеру, регулярно обращается. А это же люди творчества. Это музыканты, художники. Им нужно разнообразие какое-то. Ну, захотелось им чего-то такого. Ну, бывает. Порицания мало. Правда? Или не очень много? Ну, верно говорю. Ну, не так много, как на священника или терапевта. Ну, если вы узнаете, что, там, священник, к которому вы ходите в приход, исповедуетесь, либо психотерапевт, которому вы рассказываете, он, прошу прощения, вот тот самый. Ну, там, три точки. Реакция ваша какая? Вы бы прекратили ходить на музыкальное выступление музыканта, который хорошо поет, но обращается к проституткам? А вы бы прекратили ходить на сесть к психотерапевту, который хорошо работает, но обращается к проституткам? Уверены? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Марина, ваша веское слово сейчас. Веское. Сейчас грани очень стираются. Мы в средствах массовой информации очень часто сейчас слышим и про священников, и про всех. Да, это сейчас. Вы чувствуете контраст? Я подвожу к контрасту. Контраст есть? Правда? Есть. Грани очень сейчас стираются в сравнении с тем, что раньше было, допустим, это все под занавес был такой очень плотный. И сейчас эти грани очень сильно стираются, мне кажется. И поэтому, кто оказывает качественные услуги, да, священнослужитель, тут, конечно, не поспоришь. А все остальные категории – это оказание услуг. Если человек… Захотелось Фрейду погулять, к примеру. Ну и что? Пусть погуляет. Личное. Ага. Да, это личное. Это не морально. То есть он не передает мораль. Да, священник передает что-то вот с моралью связанное. А все остальные категории, ну, сложно сказать. Хорошо. Давайте немного, немного сменим рамку. Вы узнаете, что ваш знакомый художник либо музыкант изменяет своей жене? Вы прекратите ходить к нему на выступления. Вот. Вы узнаете, что священник изменяет жене. И вы узнаете, что психотерапевт ваш изменяет жене. Будет ли это критерием принятия и непринятия его профессиональных способностей? Будет ли он продуцировать больше гнев либо меньше гнев по поводу него? Или вообще прицем модулировать гнев у вас? Думаю, да. Или нет? Что, Марина, нет священник изменяющий своей жене? Это то же самое, что музыкант изменяющий жене? Самое. Я имею в виду, что это не повлияет на то, что ходить или не ходить. То есть, ну, священник, он... Мы же идем не к священнику, а идем в церковь, да? На исповедь, да, наверное, нет, конечно, никто не пойдет. А в церковь как таковую, то... Ладно, хорошо, ты немножко смещаешь сторонку и пытаешься избегать прямого... Нет, однозначно нет. Потому что он пропагандирует какую-то мораль, да, идею морали, и поэтому нет, все однозначно нет. Да. Все остальные... Да, лично нет. Или еще один пример, вот. Сальвадор Дали жил в очень интересном браке с женщиной по имени Гала, вот, и они регулярно занимались групповым сексом. Сальвадор Дали любил групповой секс, причем групповой секс специфичный, когда он и еще один мужчина, и еще один мужчина, иногда и еще один мужчина, и его жена. И его жена Гала порой говорила, как жалко, что я одновременно не могу заниматься сексом больше, чем четырьмя мужчинами. Вот вы узнаете информацию о Сальвадоре Дали, потрясающем, уникальном, уникальном художнике двадцатого столетия. Поменялось отношение к нему как гениальной личности, нет? Нет. Правда? Хорошо. Абсолютно. И даже, ух ты, как интересно, да, прикольно. Вот это творчество у человека, да, да, да. А теперь вы узнаете ту же самую историю о вашем психотерапевте. Поменяется ваше отношение к его профессиональным способностям либо нет? Катерина, не поменяется? Уверены? Вы искренне перед собой сейчас? У Аборина там коллапс, взрыв мозга как кто-то есть. Ха-ха-ха. Правда не поменяется, да? Я просто не вижу что-то там такого. Ну, нравится психотерапевту. Групповушка. Приватка полная. Ну, это его проблемы. Честно говоря, я тоже в этом не вижу что-то как-то вот проблемы. Я не говорю, я не говорю, что там есть проблема. Я хочу приводить вам эксперименты, наблюдения того, как у некоторых людей в группе будет контраст. будет контрастная реакция. К примеру, я знаю по себе, если я обращаюсь к психотерапевту и я замечаю, что у него есть определенный тип поведения, которое не соответствует ему моральным устоям каким-то обществом, у меня лично будет проблема. Ну, лично будет. У меня. Может быть, более продвинутая, чем я в этом смысле, но у меня будет проблема обращения к психотерапевту, который занимается групповухой еще четырьмя мужчинами и одной женщиной. Ну, я просто кое-что знаю, у каких людей это проявляется. Это не просто отрываться по полной. Там должны быть оплены очень интересные процессы в сознании. Реакции будут отличаться. Уровень позволения сексуального поведения. Давайте обобщим. Уровень разрешения на сексуальное поведение и уровень разрешения на агрессивное поведение связан с ролью и одним социальным ролям. Можно больше. Больше секса и больше агрессии. А другим ролям меньше. И если они проявляют больше, они роль утрачивают. Священники – это люди, которые как бы должны максимально контролировать. Они не должны агрессию управлять буквально, другую щеку позволять. Они категорически не должны быть проститутками. Категорически. Если они делают, они прекращают быть священниками. Если я, к примеру, делаю психотерапевт, он может не прекратить быть терапевтом, если он хорошо помогает. Не прекратить. Но, тем не менее, какая-то настороженность будет появляться у человека. А если художник либо музыкант, то без проблем. Героин – ноу проблем. Групповое секс – ноу проблем. Выскочил, кого-то побил на улице. Но это творческая личность. И все списывается туда. Поэтому, если вы принимаете на себя определенную роль, вы автоматически даете себе позволение быть более агрессивным либо быть менее агрессивным. И смерть роли – это смерть личности. Поэтому порой проявление неадекватной сексуальности либо проявление неадекватной агрессии – это порой уничтожение на себя. То есть, если мой знакомый друг, тренер по тейквондо, без проблем может взять и хорошенько трындюлей надавать хулиганам на улице. У него много историй. Он рассказывает, как эпично он много раз толпом хулиганов бибил всякие разные части тела. Я представляю, утрачу ли я роль терапевта, если я буду делать это? Да, утрачу. Мне нужны словами, правда? Да? Верно? Чтобы сохранить облик? По-другому. Да. Иначе я утрачу, иначе я в глазах вас прекращу быть именно как бы слово уничтожен. Вот из пепели его. Вах! Вот. И из-за этого, да, разве ты всегда терапевт? Ну, смотри, ну не всегда я терапевт, но физическая агрессия, да, она вот мгновенно контролируется в этом смысле. Включается роль, и как бы ты понимаешь, что если ты сделаешь это так, то, ну не знаю, ты прекратишь быть терапевтом для себя. Да? Надо иметь подругу. Вот. Утрата самоидентичности. Далее, агрессия и сексуальность очень тесно связаны в принципе с уровнем развития тела человека, личности и тела. Ну, тут более-менее понятно, в каждой группе есть лимиты, к примеру, поведение девочки, поведение мальчики, гендер, и поведение пола. То есть, если вы узнаете, что подросток занимается сексом в 16 лет, ваша реакция? Нормально. What's up? Good. 15 лет? 14 лет? 13 лет? Ну, такое. 12 лет? 11 лет? Ну. 10 лет? Где лимит? Где момент, когда вы смотришь, какой ужас? Когда? Сколько лет? Где точка перехода для вас? Ну, 12 лет – это какой ужас? 11, наверное. Ага, 11, правильно? Ужас. Вот видите, там есть предел. То есть, получается, ты увидишь 13-летних, занимающих сексом? Нормально, хорошо, ребята, не буду мешать. А 11-летние, ребята, это нельзя делать. На-на-на. Ага. Граница возникает, оплённый барьер возникает. В этот момент, конечно, что Рома, что Ольга забывают, что в Центральной Африке сейчас в некоторых странах мальчики, которым 11 лет, они могут быть уже обладателями семьи, у которой трое детей. На всякий случай скажу. Да, тебе будет 20 лет, и ты будешь отцом пятерых детей. Дерьмо вопрос. Вот. Но это культура, та культура. В Центральной Африке так можно. В Центральной Африке, когда тебе 8 лет, ты можешь начать половую жизнь, и твоя жена, которая тоже 8 лет, может прекрасно начать беременеть. Ольга, только ты говори на слуху, давай сейчас. Говори, говори, говори. Ну, я просто про себя хотела это сказать. Ну, 8 лет девочка может забеременеть? Могут. Могут. Я просто подумала, что этих мужчин, ну, как бы мальчиков, у них просто жены гораздо старше. Нет. Поэтому у них уже трое детей. Нет. Ага. Не старше. Нет. Нет. Не совсем так. Мальчик 11-12 лет, двое, трое детей. Четверо детей. Слабок? Да. Да, Марин. Гром. Тем, что у них с условиями жизни. Да. Да, конечно. Жизни у них такие, ну, что голод, тяжелые условия жизни. Нужно дать потомству, пока ты еще в состоянии, пока еще, ну, еда там есть какая-то. Ну, то есть выкармливаться до 16 лет, а потом размножаться, это очень дорого. Надо потомство раньше давать, наверное, в Африке. Ну, это условия, так обусловлено у них. То есть, норм, для нас это будет не норм, потому что другие у нас условия жизни. Я говорю о ценностях существующей группы. Там это норма. У нас это проблема. Там это не вызывает никаких реакций. Тут у нас будут вызывать пиковые реакции. То есть, там мальчику 12 лет можно позволить себе прекрасно проявлять свое сексуальное поведение. Роль не только связана с гендером и с возрастом. Роль еще напрямую связана с традицией. в существующей социальной группе. Если традиция позволяет, ну, прямо, допустим, девочка, допустим, можно... Вот в судании, к примеру, девочку прекрасно могут отдать 10-летним замуж. Меликолепно. И муж будет делать с ней все, что угодно. Бить, насиловать ее. Если кто-то обратится в суд, суд скажет, что это ее муж имеет право что-то делать. Почему так происходит? Социальная норма. Ты можешь быть мужем 10-летней девочки. Можешь делать с ней все, что угодно. Это в судании. Если кто-то попытается все сказать, скажет, извини, чувак, это муж. Это социальная роль. И это позволение проявлять данную роль в социальной группе. сексуальность, агрессия контролирует с традициями. И человек хороший либо плохой, если он соответствует опленной ценности. Так, ребят, смысловую единицу потихонечку подвожу к опленному итогу. Если какие-то вопросы есть у вас сейчас, говорите, я хочу сделать 10 минут перерыва. Слушаю вас. Если есть у вас вопросы. Так. Вопросов нет. Хорошо. Ребята, 10 минут отдыхаем. В 22.30 возвращаемся обратно. И работаем дальше. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова 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 возьмем один эпичный эксперимент психологии связанные с агрессивным поведением кто слышал эксперимент о стэнли милгрэма здесь такого американского исследователя если вы слышали ручку подымите либо плюсик поставьте не отвечают возможно нет поля ты не знаешь сергей рома маш ладно своему студу нет да но это это да это это проблемы наверное это вот высшего образования сейчас или психологии вот что люди не знают ребят стэнли милгрэм один из эпичных экспериментов сделал что он вытворял он брал делал лабораторию и вызывал людей это был какой-то город американский небольшой для экспериментов чем волосы эксперимента была лаборатория и она была поделена на 202 сектора в одном секторе сидел на кресле актер то есть испытуемый не знал что ногтем этот испытуемый актер он был подключен типа к электродам как будто его можно было бить током брали человека которого тестировали и садили его за пульт и ему показывали что этому актеру ну как бы какие то вопросы дают типа что означает это и если человек актер не отвечал правильно руководитель эксперимента говорил испытуемого ударяя его током кнопкой жми и тут актер кричал типа ай мне больно потом задавались еще какой-то вопрос и актер опять не отвечал на вопрос и экспериментатор говорил повышай напряжение и бей током снова и смотрели он будет исполнять либо нет вот эти исполнители были обычными людьми живущими в обычном маленьком американском городке таким способом дозировка электричества увеличивалась постоянно и с каждым криком актер кричался больше финализирующие точки это когда удар током был типа таким что там человек за стеклом уже не просто ай больно кричал а начал орать отпустите меня мне больно прекратите меня мучать немедленно но экспериментарь говорился нормально продолжай бить током появляется вопрос как вы думаете как много людей невзирая на то что человек за стеклом кричал орал говорил отпустите меня я не хочу больше участвовать в эксперименте продолжал бить током если экспериментатор указывал ему делать это много много людей продолжал много много выводы эксперимента были ужасающими милгрэм потом проделал данный эксперимент в разных городах америки на основании эксперимента милгрэма появился вывод он звучал таким способом и если государство американское захочет собрать концлагерь где будет мучить и убивать людей то а персонал для данного концлагеря можно набрать в любом городке америки из обычных людей прикольно правда это мы думаем что живем в цивилизованном обществе но на самом деле и если нам дает роль раз которые позволяют проявлять агрессию и нам указывать вышестоящее звено применяя агрессию то мы легко это делаем зачем далеко ходить война на украине является типичным примером помните что россияне творили в городках ноги гастомили буча ирпине помните да и ребят я не помню я не помню чтобы по телевизору или в новостях хотя бы один психолог заваляющийся заикнулся ребят это же было исследовано очень давно что если человеку военному говорят иди убивай и применяя насилие он это будет делать все ходили думали как так такое нечеловеческое поведение возможно милгрэм это доказал еще более 50 лет назад все думают что это не знаю прошу прощения россияне такие звери ребята только россияне по мнению милгрэма в любой стране при помещении вас в нужную социальную рамку и вы будете мучить но многие из вас по крайней мере мучать пытать а если это еще положить что указать приказание будет еще на уровне там не знаю на уровне вот того что у вас тюрьму посадят то амплификация будет феноменальными вы будете это делать вывод какой здесь вывод следующий а функция агрессии связана и с элементами супер эго и связаны с элементами социализации если агрессия поощряется и даже приказывается большинство людей попадая в такую роль они начинают выполнять это то есть это вы сейчас можете быть такими какие вы есть пока у вас роли которые ограничивают ну достаточно сказать им ребят здесь есть люди которые вот делают эти вещи а ну-ка давай-ка мы их помучаем а еще ст и объяснение вам учтите в экспериментах милгрэма в экспериментах милгрэма не было комментариев почему надо мучить там просто говорили мучай и все а если а теперь подумайте а если вдруг человеку который будет нажимать на кнопку сказать о тот человек который там за стеклом он насильник как будет меняться ваша функция агрессии ребят каким способом правда легче будет да конечно же легче то есть вам достаточно будет сказать этот человек совершил ряд преступлений до итогов и мгновенно ольга либо маша либо серёжа из милых дабы прядочных граждан украины могут превратиться совсем новые измененные личности которые могут даже испытывать некоторое странное удовольствие от того что они делают выводы интересные был еще один эксперимент эксперимент с имитацией тюремного заключения в чем была суть эксперимента взяли набрали количество людей там не знаю около тридцати подопытных это была германия и эксперимент должен был им им платили деньги за то что не участвует эксперимент эксперимент должен был длиться две недели и был жребий то есть эти 20 человек либо 14 человек они тянули жребий а кто из них следующие две недели будет тюремным заключенным играть тюремно заключенным а кто будет надсмотрщиком они поделись жребий распределились заключенные пошли в камеры и должны были жить две недели как заключенные надсмотрщики одели одежду и они должны были жить и следить за заключенными как-то смотрящие знаете что экспериментом случилось через несколько дней как вы думаете предположить дам подсказку его остановили по моему да его остановили через пять дней элемент пришлось остановить знаете почему они в роли вошли очень сильно потому что надсмотрщики начали применять особо жестокое поведение по отношению к этим да они как будто забыли этот эксперимент на основании данного эксперимента был свое время снят фильм если вы погуглите а фильм называется das эксперимент немецкий фильм сейчас я погуглю посмотрите по-моему так да 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 Психологи, я считаю, обязаны посмотреть, чтобы помнить данный эксперимент, потому что он реально иллюстрирует уникальные функции нашего сознания. Что это означает? Что вы даже можете понятия не иметь, как умыло себя вести, если вас поместить в тюрьму и дать вам что? Власть. То есть ты можешь бить, ты можешь применять любые формы почти насилия, только не убивать, и тебе ничего не будет. Только вы получаете разрешение социальное, и более того, одобрение социальное, это ролик, мгновенно активизируются совсем другие механизмы, уникальные механизмы сознания. Так что после нашей группы смотрим Das Experiment 2001 года. Я не знаю, может быть и 2010 года там продолжение, или по-другому снят еще. А, еще смотрите, еще есть 2000 года эксперимент. 2001-го из 2000-го есть, сейчас смотрю. Там есть, я понимаю, есть разные экранизации очень этого сюжета. Вот, я не знаю, какой лучший он посмотрел, очень давно его смотрел. Ребят, аналогичные вещи, просто аналогичные вещи существуют в сфере сексуального поведения. Даже если мы говорим о, там, не знаю, о Украине. Зачем далеко ходить? Контрастное отличие способности проявлять сексуальное поведение. Давайте так, давайте возьмем категорию не просто абстрактного сексуального поведения, а категорию измен в парах. Работая с мужчинами, принадлежащими к высокому материальному сословию общества, я обнаружил четкую фиксированную последовательность. Все они изменяют по умолчанию. Это раз. Два. Когда я вел опросы подобных пациентов, мне выдавали информацию следующего рода. Они говорили, я как мужчина не понимаю, почему я не должен изменять. Потому что все мужчины моего круга, зарабатывающие много денег, у них есть жена, есть любовница, и есть проститутки. Вау! Работая с рядом семей, у которых уровень заработка просто феноменальный, то есть когда состояние семьи, многие миллионы долларов, вот так. У меня был ряд пациентов, у которых состояние было таким. Где, допустим, есть глава семейства, допустим, семья одного пациента, глава семейства, отец, обладающий большим авторитетом в обществе. Большим. Раз. Два. Помогающий, поддерживающий меценат, спасающий там кого-то, любящий жену детей, религиозный, где семья и работа на высоких местах, регулярно испытывают потребность заниматься сексом с группой проститутов. Это проявляется у главы семейства, это проявляется у детей данной главы семейства. И когда они комментируют свою жизнь, они с искренним удивлением смотрят на меня, когда мы начинаем обсуждать тематику верности. То есть для таких людей пойти разок в месяц и купить очень дорогую экскортницу, некоторые такие пациенты, они же приходят ко мне и даже показывают мне более, а вот смотри, вот у меня вот такая девочка есть, вот такая девочка есть, вот такая девочка есть. Показывают мне их, да? Суммы описывают. Они понятия не имеют, что это, не знаю, аморальные действия. Для них это не аморальные действия. Для них это как для обычного человека в баню сходить, помыться. Если ты не принадлежишь к данному социальному сословию, вот ты можешь их не понять, но там правила другие. Правило более высокого финансового социального сословия говорит, и если ты зарабатываешь очень много денег, очень много денег, то ты не испытываешь стыда по этому поводу. Тебе можно. Они не испытывают вины. Вообще. Ее нет. Да, конечно же, среди очень богатых людей много психопатов. Много. Уровень психопатичный зашкаливает. Но это буквально не просто наблюдение, а еще детализированный соцопрос, связанный с их наблюдением за другими мужчинами, имеющими отношение к высокому социальному кругу. Вау. То есть провести подобное полноценное социально-психопатическое это трудно весьма. То есть требуется набрать иное количество людей олигархического строя. Но я вас уверяю, если вы видите олигарха, какого-то там, вероятность того, что сексуальность его достаточно распущена, крайне велика. У меня было иное количество пациентов, жен людей, которые занимали просто высокие, очень посты. я знаю, жен директоров крупных компаний, жен директоров, жен, допустим, людей, которые были там, не знаю, на позициях там, замминистра кого-то там в Украине. Или жен людей, которые имеют прямой отношение. Жен ректоров вузов высокий уровень. Как вы думаете, какая там картина? Как вы думаете, как часто ректора вузов, они заводят любовниц среди своих студентов? Я вам так скажу, очереди стоят. Почему? Why? Ощущаете, что чем выше, тем как бы град дается. Делаем. Ты можешь проявлять сексуальность, как ты хочешь? Корот. Люди, которые, если у вас, наблюдая за такими ситуациями, появляется ощущение тяжелейшего порицания, и что это очень-очень плохо, ну, просто запредельно плохо, это говорит только одно, вы оперируете моралью той социальной группы, к которой вы принадлежите. где у вас встроены идеи, ограничивающие проявление вашей сексуальности. Там их нет. Они не встроены. И люди не страдают от этого. Абсолютно. Этого нет. А для человека более низкого финансового сословия появляются проблемы, из-за чего роль строена и разрешение. Нельзя. Это плохо. Вот. Помните, что Ницше говорил в свое время? Зато его пинали очень сильно. Для чего мораль придумана? Кто помнит? Ну, ребята, никто Ницше не читал. Немедленно читаем Ницше. Так. Я думаю, я буду давать список литературы. Скоро я подойду. Я этим не занимался. Буду на школе терапии. Ребята, книга, которую обязан прочитать хороший психолог. Ницше. Рекомендую взять книгу «Человеческое слишком человеческое». И Ницше был уникальным философом потрясающим. Гениальной личностью своего времени более того есть предположение о том, что ряд идей Ницше радикально повлияли на формирование психоанализа. Предтечья психоанализа были у Ницше потрясающими. Просто об этом мало еще говорят. Ницше с одной стороны был уникальным аналитиком, но он не был практикующим терапевтом. Чем закончил Ницше, знаете? Отчего? Ну, сифилис. он любил проституток сильно. Если вы НЛПР ни в коем случае не пробуете моделировать его таким способом, как сказать, гениальный философа в своей эпохе, будьте аккуратны с этим. Ницше считал, что мораль это выдумка некоторых примитивных людей, чтобы ограничить и поработить. Это вымысел некоторый. Он, правда, умер от своей идеи потом. Пока он свободный был, слишком свободный был. Увы, заниматься сексом с кем попало в 19-м столетии без радостной медицины. Это очень, очень, очень отважно. Очень отважно. Я не буду сторонникам ничь здесь категорически. Я скажу, что действительно мораль и способность проявлять агрессивное, сексуальное, лимитированные ролями, роли, встроенные в вас от рождения в силу своей культуры раз. Культура первая рамка фрейма. Далее, в силу социального уровня в вашей культуре, которую вы занимаете, вы ультравысокий уровень социальный, высокий, средний либо низкий. На каждом уровне может быть своя мораль. Говорящая секс и агрессия можно, секс и агрессия нельзя. В той или иной степени. Пол имеет значение. Конечно же. Допустим, к примеру, мужчина, который часто перебирает сексуальных партнеров, порицается меньше, чем женщина, часто перенимая сексуальных партнеров. Меньше. Сейчас, как бы, европейские времена, и эти границы все больше стираются сейчас, но если мы посмотрим, не знаю, каких-нибудь 30-40 лет назад, к примеру, допустим, вы узнаете, мужчина, пациент, говорит, я как-то раз за 100 дней имел 100 женщин. Каждый день, причем не проститутки. Он как-то и доходил. Это трудно, старался, наверное, куча головоняка находить каждый день регулярно. 100 дней подряд. Отношение к такому мужчине у вас появляется. Зафиксировали реакцию, может не отвечать. А теперь вы узнаете, что женщина имела за 100 дней 100 партнеров отношение к ней. Отличие есть? Как это нет? Катя, вот, вот. Мужчина стереотипно будет, ну, к примеру, допустим, бабник, ловелас, казанова, черт побери, такие образы в культуре могут наделяться мифом. Казанова, соблазнитель, коварный, Дон Жуан, а женщина, у которых 100 партнеров было, она никогда не будет Доном Жуаном. Она никогда не будет Казановой в юбке. Она кем будет? Она будет проституткой, с люхой. Ее так будут называть скорее. Здесь вы видите грани, границы. Вы можете как бы кивать, типа, моталять головой, но я говорю скорее о социальных стереотипах существующих. Конечно, мы о них говорим сейчас, я не выражаю свое мнение, я покомментирую социальный стереотип. Это означает, что проявление сексуальности связано с гендером, возрастом, культурой, социальным уровнем, гендером, кому можно, кому нельзя. Из-за этого, ребят, человек, который находится в определенной культуре, обладает определенным полом, обладает определенным социальным статусом и определенным возрастом. У него всегда есть стереотипные рамки. А, и ролью социальную, не забывайте. Ролью. Ну, священник, терапевт, боксер, кто-то еще музыкант, художник. То есть, ваше суперэго, ваша моральная инстанция, которая, вы думаете, что это вы, чаще всего это набор определенных стереотипий, существующих в том, той культуре, к которой вы принадлежите, в том сегменте общества. И, увы, как только вы немного поменяете дислокацию социума и посмотрите, какие другие реальности существуют, другие культуры, центральная Африка, секс в детстве без проблем. Ребят, вы что, правда думали, что беременность может быть только у взрослых людей? Вы думали, что забеременеть можно только после начала менструации? Ребят, sorry, нет. Знаете, возраст самой молодой матери какой. кто знает? Предположите. Шесть лет. Пять лет. Сколько? Пять лет. Пять лет. Пять лет. Совершенно верно. Пять лет. Эта девочка из Перу. Ребята, в возрасте шести лет родила одна девочка из Харькова. в тридцатых годах двадцатого столетия. Шесть лет. Ну, потом, ради интереса, потом погуглите. Самый ранний возраст для женщин во время рода. Это звучит не очень правдоподобно. Но это так. В пять лет чаще всего эти беременности являются плодами сексуального насилия, конечно же. Да, педофилии, естественно, да. Они родные. Поэтому здесь рамки ваши еще много, а то я просто заметил, что люди, я сказал, можно забеременеть в раннем детстве, никто на меня посмотрел, как на боре махнул, сказал, что-то не то. Ребят, я знал, что говорил. А вот пять лет, я не знаю, гипотетически, может быть, и раньше что-то было. То, что зафиксировано наукой учтить. За последние там лет сто. А что раньше происходило? Я думаю, что и раньше можно. Там вопрос, а реально ли родить? А я думаю, забеременеть можно еще раньше, чем пять лет. Да? Бедная Маша, у тебя выражение лица такого, как будто ты узнала что-то таинственное в этом мире, необычное, и теперь твоя жизнь никогда не будет прежней. Так, это агрессивная форма, это сексуализированная форма, это рамки существующие. Сейчас вернусь немного к нейрофизиологии, вернемся к сектору я-внутреннее. Еще заакцентирую внимание на том, что агрессия, сексуальность естественным способом контролируется определенными эндокринными процессами в нашем теле, в нашем сознании. Какие это гормоны? Ну, для агрессии это пункт первый, раз, это адреналин, раз, амплификатор. Далее количество агрессии значительно увеличивается от гормона сексуального, как вы думаете, какого? Мужского, тестостерона. Прямая пропорция. Чем выше у человека, мужчины либо женщины, тестостерон, уровень его, тем более он агрессивен в своем поведении. Кстати говоря, физиологи говорят, что наличие тестостерона и обилие тестостерона у мужчины, оно не только увеличивает агрессивность, оно еще делает другой неприятный подарок, понижает уровень интеллекта. Кстати говоря, это означает, что чем выше у мужчины уровень тестостерона, тем более он тупой. Sorry. Кстати говоря, подобная пропорция существует и у женщин. Чем выше уровень женского гормона эстрогена у женщины, тем более она тупая, увеличение ключевого полового гормона имеет прямую обратную корреляцию. Чем выше тестостерон, тем ниже интеллект у мужчин. Чем выше эстроген, тем ниже интеллект. То есть идеи о этих вот, о анекдотических блондинках, которые вот ничего не понимают. Это пример женщины с гиперсекрецией эстрогена. Ультрафеминность и ультрамаскулинность, они таки блокируют некоторые важные процессы, которые напрямую имеют отношение к интеллекту. Я понимаю вопрос, а какие мужчины более умные, какие женщины более умные? Ответ простой. Мужчина более умный, у которого количество тестостерона не такое высокое. Это не то количество тестостерона, которое делает мужчину феминным. Нет. Чтобы вы понимали, даже самое зашкаливающее количество тестостерона у женщины, оно не идет в никакие сравнения с небольшим количеством тестостерона у мужчины. Разная вещь. Очень. У женщин невробаз в таких формах количества. Это означает, что условная андрогенизация мужчин и условная андрогенизация женщин, они делают их более индивидуальными существами. Чтобы повысить интеллект мужчина, он должен сбить обилие тестостерона. То же самое женщина должна сбить обилие эстрогена. Только тогда начинается активное развитие когнитивного процесса. А так, до этого, какие инстинкты, какие процессы доминируют? Агрессивное поведение, раз, и сексуальное поведение. Чем выше гормон, тем больше вас идет туда. Ребята, из-за этого ходят некоторые мифы о людях в тренажерном зале, качков, к примеру, что они тупые. Ребята, это как бы и миф, и не миф. Человек, который, к примеру, слишком большое количество внимания уделяет очень большим физическим нагрузкам, автоматически модулирует взрывообразные всплески тестостерона. Помните, что делать с женщинами в тренажерный зал, когда не очень много больших весов, они становятся маскулинизированными? Ребята, если вы видите очень перекачанного человека с очень большой вероятностью, уровень интеллекта его будет невысоким. Это очень большая вероятность. Просто из-за гормонального уровня. Ребята, как часто вы видели профессоров с громадной бицухой? не часто. Правда? Какие-то нобелевские лауреаты, профессора, какие-то арахиты с мозгами ходячие? Правда? Это там. Только отдельные уникальные примеры бывают. Такие личности, которые обладая интеллектом, получается раскачаться. Сила каких-то особенностей. стереотип, чтобы человек был с телом Шварценеггера и с мозгом Эйнштейна, это почти нейрофитологический абсурд. Это как будто взаимоисключающие гормональные процессы в теле. Sorry. Поэтому здесь делаем такое уникальное заключение, что да, кстати говоря, количество продукции сексуальных гормонов также напрямую связано с социальной ролью. То есть если ты принимаешь социальную роль, что ты профессор, ты там, не знаю, вот муж ученый, ты, сама роль интеллектуальной личности мгновенно не только повышает уровень дофамина серотонина и понижает уровень адреналина, но еще и немного может понижать сексуальность. Это не понизит сексуальность радикально, не понизит радикально. Нет. но ты будешь чуть менее агрессивный, чуть более спокойный. Ребята, люди, которые постоянно читают книги, они менее агрессивные существа. Это правда. Из-за чего так происходит, вы знаете? Почему? Почему люди, которые занимаются интеллектуальным трудом гораздо дольше живут? Да. Да, это правда. И медленнее стареют, кстати говоря. Потому что у них а, пункт первый, более сбалансированно вырабатываются некоторые гормоны. Если у вас бурей постоянно взаобразные выделения сексуальных гормонов и гормона адреналина, это нарушает постоянно, скажем так, активность симпатической нейросимпатической и парасимпатической нервной системы. У нас есть два типа нервной системы, симпатическая и парасимпатическая. Симпатическая возбуждение, это интенсивное сердцебиение, это плохое пищеварение, это ну проблема с сексуальностью, это тревога, это стресс, готовность к своей жизни. И парасимпатика, она контролируется ацетилхолином, и это нейромедиатор балансирования, назовем это так. Запомнили, адреналин, симпатика, это возбуждение, и парасимпатика, успокоение, седации. Адреналин, симпатика, ацетилхолин, парасимпатика. Так вот, в нашем мозге ацетилхолин вырабатывается от длительной фиксации внимания на чем-то. Это означает, что чем больше вы читаете книг, когда вы читаете книгу и бежите вниманием по строкам, вы прокачиваете свой мозг ацетилхолином, поздравляю. и чем больше вы читаете, тем автоматически вы продуцируете еще выработку и дофамина, и серотонина. Далее, кроме этого, длительные интеллектуальные нагрузки, решение задач, чтение интеллектуальной индикации, не постов в Телеграме, а интеллектуальной индикации, вызывают и еще активизацию в принципе нейросистем мозга, таких систем, как гипофиз, гипоталамус, гипоталамогефизарная система в частности, и эпифиз, это шишковидная железа, находящаяся в центре нашего мозга, которая продуцирует такие гормоны, как мелатонин, как адреногломеротер, как 5-мелодиметилтрептамин. С мелатонином более-со-менее ясно, 5-мелодиметилтрептамин формально является психоделиком, вызывающим духовные переживания у человека. Я некоторых человек говорил, что в нашем мозге настоящая фабрика наркотиков. Раз. А откуда появляются потрясающие видения у йогов медитирующих? Почему они видят, слышат и чувствуют то, что другие люди видеть, слышать и чувствовать не могут? Все очень просто. У них вещество, моделирующее психоактивные переживания, выделяется напрямую в теле. к примеру, люди, которые в трансе гипнотическом много видят, много слышат, много переживают, много ощущают. Это и нейроактивность мозга, но это одновременно еще определенный нейромедиатор, гормон. И уверяю вас, это активность эпифиса, и это 5-мэо-диметилтриптомин. Так вот, когда у человека эпифис, самая малоизученный, он, орган нейроэндокринной системы, начинает хорошо, мощно работать, так, хорошо работать, мгновенно своей мощной работой, он немного притупляет, либо сильно притупляет, активность половых ганат. Из-за этого возникает эффект монахов, которые годами медитируют в пещерах, и им секса не нужно никакого, и еды особо не нужно. Но только активность эпифиса падает, прекращается выработка диметилтриптомина, мгновенно активность падает вниз, ваши половые ганаты выбрасывают взрывообразно эстроген, тестостерон, другие половые гормоны, и вы хотите секса, 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 побольше. Здесь вы видим уникальные, уникальные вещи. Но когда мы говорим об эпифисе, либо шишковидной железе, которая продуцирует 5-меодиметилтриптомин, либо естественный психоделик, вырабатываемый в нашем мозге, мы должны упомянуть некоторый особенный его эффект. Если мы возьмем человека и лабораторно сделаем инъекцию 5-меодиметилтриптомина, он погрузится на 15 минут в глубокий транс. Подобное исследование проводил свое время в начале 90-х годов Рик Страсман. Он провел через исследование сотни людей, он инъецировал 5-меодиметилтриптомин в лабораторных условиях и наблюдал, что с людьми происходит. Инъекция 5-меодиметилтриптомина вызывает пиковые внутренние переживания и галлюцинозы и транс. Но одновременно человек может чувствовать, что он умер. У тела живое, но ты чего же ты умер? Тебя больше нет. И твоя душа как бы свободно парит где-то. Кому интересно исследование Рика Страсмана, ребята, очень рекомендую, чтобы вы понимали функцию диметилтриптомина, очень рекомендую прочесть данную книгу. Книга называется «Молекула духа». На ютюбе можно найти фильм документальный по данной книге. И этот фильм называется «Молекула духа». Фильм всего чата. Если вы хотите экономить время, не читать книгу, рекомендую просто посмотреть фильм. Вы найдете обратную связь различных ученых, которые принимали участие в данном эксперименте. «Молекула». Так вот, ощущение смерти и страх смерти у человека напрямую связан с резким изменением работы эндокринной и нейроэндокринной системы. Люди, у которых более активные половые гонады – раз, и два, активно вырабатывается адреналин в карьерах почечников, гораздо больше боятся смерти. Но люди, которые притупили выработку адреналина в карьерах почечников и выработку полового гормона в половых гонадах, активизировали процессы нейроэндокринной и нервной системы – это активность гипотологии и гипофизарной системы и эпифиса, неожиданно появляются такие духовные практики, которые смерти не боятся. Они готовы к переходу. Они знают, что у него не умрут, и они уйдут в другие воплощения. Какая смерть? Какой страх? Его больше нет. Так вот, ликвидация страха смерти всегда – это реформация и перестройка активности эндокринных систем. И как только ваше тело больше не поступает определенный гормон, и поступают другие, смерти больше нет. Точнее, ощущение умирания есть, но страха нет. Оно отсутствует. Далее, страх смерти невозможен, когда у вас в мозге высокий уровень дофамина. Что делали? Вот война началась в Украине. что делали люди, которые сидели дома во время начала войны? Многие из них что делали? Пили беспрерывно. Ну, много пили. Я не знаю, как вы, там, пили либо нет. Я не люблю алкоголь, подобный тип секреции дофамина, но очень многие люди пили, пили. Почему? Алкоголь увеличивает дофамин в мозге? Когда много дофамина, ты прекращаешь бояться временно. Потом он падает, страх появляется снова. Потом снова вы напиваетесь, и вы больше. Да, в Киеве был сухой закон, но все пили, на самом деле. Он был. Купить трудно. То, что я знаю, все прекрасно знали, где что-то подкупить можно. Буквально открыто не продавалось. Макс, и в Харькове было, и в Харькове алкоголь стоял в супермаркетах. Я помню, март, апрель, май, нельзя покупать. Но я просто знаю, что люди пили. Где они брали, я не знаю. Я предполагаю, где-то брали. Далее, человек с сильным страхом иногда компенсирует через алкоголь или через наркотики, либо через секс. Секс модулирует дофамин. Но парадоксально, чем больше человек, к примеру, принимает алкоголя, и чем больше человек пробует купировать страх смерти, умирания, через секс, тем больше потом он возникает. Из-за этого появляется беготня наподобие острых бегущего за морковкой. Сколько бы ты ни бежал к морковке, ты ее не догонишь. То же самое, ликвидация страха через секс и алкоголь, сколько бы ты ни убегал, ты не убежишь никогда. Он будет только наращиваться. Снова больше, 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 больше. Аналогично по поводу страха смерти. Есть культуральные особенности. Есть реально культуры, где страха смерти гораздо меньше. А есть культуры, где ее гораздо больше. К примеру, культура греков, древних, спартанская культура, где мужчина это воин, и мужчина как бы должен уметь отдать свою жизнь ради страны. Только некоторые люди, как в Украине, так и России, отдают жизнь ради страны, только потому что не хотят этого. Крайне небольшое, я думаю. А подавляющим разным случаям срабатывает система принуждения. Но если мы говорим о спартанцах, воспитанных в древней спарте, это люди, которые готовы принять смерть и принимали ее даже с отличным наслаждением. Несколько я знаю по истории. Либо воины-берсерки, скандинавские войны, которые знали, если они в рае не попадут, в Альгалу, и не будут пить брагу с Одиным, богом маговым воином, в Альгале, если они умрут на постели, не приведи Господь. Они должны в битве воевать. Если их не убьют в битве и не умрут там, извини, никакой в Альгала не будет. Рая не будет. Поэтому там не только страха смерти нет, там какое-то желание даже есть эпичное. чем это контролируется? Культурными рамками. Физиология контролируется культурными рамками. И возникает эффект пресечения. И пресечения. Это означает, что если вы родились в этой культуре, и вам установили такие убеждения, то даже гиперактивация полуганат не вызовет у вас подобных переживаний. Наоборот. культура самурайская. Самурай воспринимался как человек, который должен умереть. Смысл жизни самурая в служении и смерти в битве. Там ценная жизнь не меньше. Там страх у самурая больше страх унижения. Для самурая унижение это смерть. А буквальное смерть вечерского тела нет. Главное, что ты честь сохранил. А тело это так. Культура тибетская. Я видел фильм, где репортеры снимали видео о крестьянах, живущих в Тибете, у Хаси. Вот подходят к обычному мужику или женщине, крестьянке, говорят, а ты смерти боишься? А они смотрят, а зачем мне смерти бояться? Это же так естественно. Я жил много раз, потом я умру, потом я буду жить еще и еще и еще. На культуральном уровне появляется идея, что смерть это неплохо, естественный переход вообще. Это нормально, я поживу, потом умру, иду, потом дальше. Люди не боятся этого состояния. Люди знают, что это важный и необходимый процесс. в какой культуре мы живем? Мы живем в культуре, где смерти боятся. Конечно. Все, конечно, очень религиозные христиане, но, увы, христианская культура, вот она не убирает стихо смерти у нас, по крайней мере, особенно. Я особо не видел людей, набожных христиан, которые потом вообще не боялись смерти. Где-то они есть, быть может, но, как в Тибете, этого процесса не существует. Он отсутствует. Там же этот процесс культуральный, особенный и свойственный большому количеству людей, имеющим отношение к данной культуре, к данному культурному образованию. Поэтому, как и сексуальность и агрессия, ощущение переживания страха смерти привозят к культурой с ролью, к примеру, смерти не должен бояться мужчина, но если девочка, может бояться. Правда? Такой дистанции есть. Она же девочка, она боится умирать, да, мужик не должен бояться. Мужик должен быть воином, да, конечно же. Я просто наблюдаю за постами некоторыми, как некоторые женщины в группах по Инстаграму высмеивают людей качков, накаченных крутых мужиков, которые от военкомов прячутся по туалетам. С таким ликованием женщины, я помню, читая пост, кстати, я потом понял, что это моя бывшая пациентка, которая это делала, смотрю, вот, с ликованием, с таким презрением, вот, вот, как он прячется по туалетам, какой ты мужик, ликует она, вот, а из-за чего такие реакции идут? Она девочка, и она говорит тебе, я девочка, я могу бояться мужчину, а ты же мужик, ты не должен делать, ты должен вот, вот, делать вот так, вот, и никак по-другому, но я не знаю, что бы она делала, если бы она была мужчиной, ну, вот, там реакции были несколько другими, чуть-чуть, наверное, вот, это культуральный аспект, срабатывая таким способом, и начинается нагнетение, ты мужик, ты должен идти, обязательно, ребят, уверяю вас, те, кто воюет, тоже боятся очень сильно, я вот суверяю, потому что в нашей культуре не сформированы идеи блокировки страха смерти, вот и все, не сформировано, воюешь, не воюешь, ты будешь бояться, ты будешь бояться, ну, дико, я работал с людьми, неоднократно работал с людьми, там, служащими в ВСУ, вот, и порой ко мне выходили мужчины на связь, к примеру, мужчина под Киевом, не воевал, сидит на военной базе, не слышал ни одного буквального выстрела рядом, глаза на выходе, страха столько, что вам не передать, но он воюет, как бы воюет, вот, не видит боевых действий, не стреляет, почему страх смерти сформирован как культуральная особенность, нету привития идеи, там, мужского поведения, что оно, как бы, вот, у нас не Спарта, и мы не скандинавские войны, и в этом смысле страх смерти, как у мужчин, так и у женщин, в Украине или в России, он почти аналогичный, как мальчики боятся умирать, так и девочки боятся умирать, ну вот, и если вы не выросли в какой-то там военной секте, самурайская, либо ниндзя, где вам прививали мечом вот это убеждение, что ты живешь ради того, что умирать в битве, чувак, вот, но вы будете бояться, культура, пол, далее возраст, имеет значение, мальчику, мальчик 13 лет боится, или 10 боится смерти, ой, мамочка, ну вот, и мальчик 25 лет боится смерти, чувствуете разницу, мальчик, которому 13 лет можно, ну ребенок еще, или 15 лет, а если ты мужик взрослый, вот, он нужен быть страшным чуваком, ребята, на деле не формируется полноценное отсутствие, хотя, социальный стереотип давит, ну, как и много людей, которым 25 лет, 30, 35, боятся смерти, очень много, как бы стереотип должен работать, но он не совсем работает, не совсем, и на деле появляются такие интересные особенности, когда появляются какие-то женщины, молодые, вот, юные, которые кричат, я бы там с автоматом сейчас, ну, я вас уверяю, в подавляющем большинстве случаев, когда вы слышите подобные крики, и подобные заявления, вы имеете дело с истероидной формой поведения, с истерией, где человек демонстративно показывает другим свое отношение, но если его поставить в нужное место, рядышком с танками и пушками, его реакции поменяются, очень сильно поменяются, ну, почти гарантирую, почти, вот, за редкими исключениями, которые могут иметь место, за редкими исключениями. Ребят, я думаю, что я вот собирательно взял, объединил и рассмотрел эти три типа реакции, реакции эрос, танатес и арес, агрессивное поведение, сексуальное поведение, страх смерти, как некоторые ключевые, движущие процессы, ограничивающие процессы поведения человека, рассмотреть с точки зрения физиологии, с точки зрения психологии, с точки зрения социологии и социальной психологии, культурологии, и даже немного антропологии. Если у вас какие-то вопросы есть, говорите мне. сейчас какие-то уточнения, комментарии, потому что еще можно в тему погружаться глубже. Но я думаю, что такая база и основа есть. Сегодня я максимально старался быть таким, говорить много умных слов. Надеюсь, я не слишком напрягивался, потому что я обычно не употребляю так много витиеватых словосочетаний. Я просто знаю, что можно много говорить, всяких там, не знаю, адреногломеролотропинов, 5-мэодиметилтрептаминов, мелатонинов, активности синаптогенезов, синаптических связей, симпатических парасимпатических нервных систем, контролирующих адреналином и ацетилхолином. И тут вы слушаете и думаете, блин, как он много знает. Ребята, я не так много знаю, на самом деле. Это просто заученные слова, не более чем. Такие слова могут создавать определенное ощущение высокого уровня индивидуализации. Правда, я, чтобы понимать многие темы и осознавать их суть, порой эти слова использовать не надо. Просто я пытаюсь, скажем, удерживать в фрейме школы терапии некоторый условный академ-формат. Для него необходимо использовать такие слова. И через данные слова вы получаете причастность к данному контексту. Все-таки у меня слишком много лет преподавания в УЗИ. Мое сознание привыкло и к такому формату. Когда я не читаю академ-формат, мне значительно проще, легче. И, правда, я... Чем больше я преподаю, тем меньше я люблю на самом деле использовать такие избыточно заумные вещи. Почему? Чтобы понимать, не нужно использовать такие вещи. Все можно объяснить гораздо более простыми вещами. Здесь вы можете использовать... Я не помню, какой ученый-физик... По-моему, это не Весбор говорил. По-моему, можете меня поправить. Если ты не можешь объяснить какую-то теорию пятилетнему мальчику или девочке, то, скорее всего, ты используешь что-то не то. То есть, да, правда. То есть, нужно уметь объяснить максимально простыми словами и максимально элегантно эстетично. Это говорил, по-моему, по-моему, не Весбор, или другой какой-то физик. По-моему, Нобелевский лауреат. Поэтому, знаете, когда вы слышите избыточную заумность, которые непонятны вообще никому, то больше могут быть понты, чем реальные знания. Гуд. У нас в курсе лекций по теме грани психотерапии осталась всего одна лекция. Там семь пройдено, и осталась одна. Она называется, по-моему, сейчас я вспомню, философия души и химия мозга, возле химии тела, я называл его. И потом, после завершения данного курса граней психотерапии, начинается курс по общей психологии. Ребята, где мы будем рассматривать базовые психические процессы. Один из самых-самых интересных секторов в школе терапии, я читаю темы, которые обычно читают на первом-тром курсе базовых тем психологам, но таким способом, чтобы это было интересно. Это очень важно, потому что я знаю толпы студентов-психологов, изучающих общую психологию, и когда ты студенту 5-курс не говоришь, слушай, а что такое восприятие? А все такое внимание. А в чем отличие ощущений и чувств? Это студенты-пятикурсник. Они-то помнили это на втором курсе, помнили, но они забыли это. Почему? Потому что читали неинтересным. Был, есть такой интересный физик, живущий сейчас, Нил Деграсс-Тайсон. Физик, по-моему, и астрофизик тоже. Он сказал, чтение физики неинтересным способом должны быть приняты как форма тяжелейшего преступления. Я считаю то же самое по поводу общей психологии. Читать общую психологию неинтересным. Я думаю, это преступление тяжелое. Я попытаюсь рассмотреть базовые психические процессы, такие как память, восприятие, внимание, воля, эмоции, ощущения в отдельных лекциях тем способом, который хорош не просто для психологов, но и для практикующих терапевтов. Это раз. Отдельный вечер будет отдельная тема, будет очень интересно. Приглашаю вас. данная школа начнется, думаю, через недельки-две. На следующей неделе будет еще завершающая лекция философия души и химия тела. И потом будет первая лекция, посвященная, я не помню, какая первая тема, но будут базовые психические процессы. Формально этот курс, по моему мнению, уравнивается почти с курсом по общей психологии в ВУЗе. Единственное там, что я делаю, я затачиваю внимание к самым основным вещам, я не говорю вам лишнего, ненужного, неинтересного и не имеющего отношения к знанию психотерапевта, потому что общая психология для психолога, практикующего, она должна отличаться от человека, который не будет практиковать. Ну что, на деле психфак обычно выпускает толпы, толпы, табуны людей, которые могут сдавать общую психологию на пять, но они понятия не имеют, как эти темы преподаваемые общей психологии применить на практике. Это тупняк, это очень сильный тупняк. Зачем там делать, потому что почти единственный заработок психологов этой индивидуальной сессии, почти единственной, да? Зачем так формировать курсы, чтобы люди выходили стабильно, понятия не имея, как-то применять, трудно понять, но реформировать систему образования, думаю, нам так легко не получится. Поэтому курс будет мощный, сильный, интересный, очень познавательный, и там вы получите для себя многие ключи к своей практике. То есть они реально будут помогать. И вообще я реально считаю, что если вы называете себя психологом, вы должны знать определение пазл психических процессов. Как минимальный норматив. Когда я слышу людей, которые совершили психологию, они не могут дать определение восприятию, вниманию, ощущениям, не знаю, отличие ощущениям от эмоций или чувств, я говорю, ребят, вы что-то не тому обучались, наверное, не знаю, либо поэтому ваш диплом, конечно, это круто, великолепно и хорошо, но норматив необходимо, я считаю, знать, необходим. Если нет вопросов, будем потихонечку завершать. Вот так. Хорошо. А на сегодня с вами прощаюсь. Отработали почти два с половиной часа, почти, чуть-чуть меньше. Да пребудет с вами сила, увидимся на этой неделе в пятницу у нас Артур Гайзер, кто участвует, напоминаю, приходите. Все, пока-пока, счастливого, удачи. Bye. Субтитры Субтитры